В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Получит ли ФК Саров обещанное финансирование и очередное заседание Думского комитета? Ради жизни саровчане присоединились к ежегодной донорской акции. Комсомолу 100 в городском музее открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. Футбольный клуб Саров останется без дополнительного финансирования в этом году. Депутаты приступили к рассмотрению очередной корректировки бюджета, и она вновь не предусматривает средства для спортсменов. Миллион рублей для ФК обещали выделить еще при первой весенней корректировке. Потом отложили решение вопроса до лета, затем до осени. Почему финансы для клуба так и не нашлись, расскажем далее. Немного предыстории. Год назад при рассмотрении проекта бюджета на 2018 год футбольному клубу Саров выделили 2,5 миллиона рублей. Уже тогда спортсмены заявили, этих денег недостаточно, чтобы провести сезон. Было принято решение увеличить финансирование клуба при корректировке бюджета. Но ни при первой, ни при второй, ни уже при третьей корректировке дополнительные средства для ФК так и не выделены. На вопрос, почему, есть два разных ответа. Дополнительное финансирование выделяется в зависимости от возможности бюджета. Дело не в возможностях бюджета, парирует департамент финансов. Как выяснилось, еще летом проблема заключается в отсутствии бюджетной заявки. Нельзя предусмотреть дополнительное финансирование клубу без документов, в котором будет четко прописана вся смета расходов. Руководство ФК Саров дали время до осени, чтобы этот документ составить. Будет направлена грамотная бюджетная заявка из МИСа в департамент финансов или не будет? Ее не было до прошлой корректировки. Сейчас она была бюджетной заявкой направлена? Была направлена? Неграмотная. То есть вы ее не приняли? Все это время клуб продолжал играть в чемпионате, рассчитывая на дополнительное финансирование. Очередное заседание Думского комитета поставило точку в вопросе – в этом году денег не будет. Мы готовы вернуться к рассмотрению вопроса финансирования именно футбольного клуба. Только при формировании бюджета на 2019 год. Впрочем, и в следующем году ФК Саров может остаться без бюджетной поддержки, как и остальные спортивные клубы. Министерство финансов, правительство Нижегородской области и глава города Сарова подписали трехстороннее соглашение, которое повлияет на формирование бюджета уже в следующем году. С 1 января 2019 года полномочия, которые не прописаны в 131 федеральном законе, не могут финансироваться за счет нашего местного бюджета. В противном случае нас ждут, я так понимаю, санкции и есть ответственность за неисполнение в части снижения нам дотации с федерального бюджета. Если перевести с чиновничьего на русский, из городской казны нельзя будет выделять деньги не только на спортивные клубы, но и на большую часть социальных программ, в числе которых школьное питание и субсидии на жилье. Таким образом, в бюджете высвободится порядка 200 миллионов рублей. На что их направят, пока неизвестно. С 1 октября вступило в силу зимнее расписание автобусов Горавтотранса. График движения на частных маршрутах остался без изменений. Специалисты городской администрации принимают пожелания и предложения от горожан, а также информацию о несоблюдении расписания движения с указанием места и временного интервала отсутствия автобуса. Подробности далее. В отличие от муниципального общественного транспорта, график движения частных перевозчиков не зависит от времени года. Изменение маршрута и времени прибытия на остановке связано с появлением новых районов и потребностями пассажиров. Вне зависимости от этого, интервал движения маршруток остается неизменным. Он не должен превышать 10-12 минут. Действующим расписанием предусмотрена интервальность движения в вечернее время также 10-12 минут. Сложности с тем, чтобы уехать из какого-либо района, из старого в новый или из нового в старый, могут быть за счет нарушений перевозчиками установленного расписания. Одновременно в салоне стоя ехать могут не больше четырех человек. Контроль за соблюдением этих норм входит в сферу ответственности сотрудников ГИБДД. За остальным следят специалисты ДГХ. Они контролируют соблюдение перевозчиками расписания и маршрута. Помогает в этом система ГЛОНАСС. Несмотря на постоянный мониторинг и контроль на линиях, некоторым пассажирам все-таки приходится тратить драгоценное время, стоя на остановках. Стало неудобно. Раньше удобнее было. Я выходила за 15 минут, успевала до старого района доехать. А сейчас мне приходится за полчаса даже больше. Я очень редко пользуюсь. У нас своя машина. Но когда пользуюсь, приходится стоять. Долго автобусы. Вовсе долго. Еще весной в схему организации частного движения были внесены изменения. Маршруты переименовали и по просьбам горожан. В обновленной 52-й включены улицы Березовая, Раменская и Курчатова. Однако пассажиры стали замечать, что в вечернее время суток или в выходные дни уехать с этих улиц на маршрутке практически невозможно. Как только данное изменение маршрута вступило в силу, конечно, проблема такая существовала. Но на сегодняшний день такие случаи единичны. И если такая ситуация произошла, что водитель не поехал по установленному маршруту, то нужно обращаться в Департамент городского хозяйства. Пожелания и жалобы горожан принимаются по телефону 977-68. Если речь идет о несоблюдении расписания движения, рекомендуется указывать место и временной интервал отсутствия автобуса или маршрутки. Саровский отдел Нижегород-Стата приглашает саровчан принять участие в пробной переписи населения. С 1 по 10 октября все желающие смогут самостоятельно заполнить переписные листы на едином портале государственных услуг. Это позволит существенно оптимизировать процесс проведения основной переписи в 2020 году. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан приглашает принять участие в конкурсе «Православная инициатива 2018-2019». Он проходит по четырем номинациям – образование и воспитание, социальное служение, культура и информационная деятельность. Заявки принимают на официальном сайте конкурса www.newpravconcurse.ru до 23 октября. Победители, которых объявят следующей весной, получат гранты, которые смогут потратить на реализацию своих проектов. На протяжении декады пожилого человека пенсионеры могут посещать художественную галерею бесплатно. Саровчан приглашают на выставки, экскурсии, творческие мастерские и кинопоказы. В четверг, 4 октября в галерее пройдет экскурсия по выставке члена Союза художников России Михаила Полякува на горах и на холмах. В субботу, 6 октября, любителям кинематографа покажут ленты «В кино вместе с внуками» и «Невероятная история о гигантской груши». Декада пожилого человека в Сарове продлится до 10 октября. В третий раз в нашем городе прошла акция по сдаче крови на типирование. Жители 13 городов Нижегородской области внесли свой вклад в пополнение национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Благодаря предыдущим акциям база потенциальных доноров пополнилась практически на 3000 человек. Акция стартовала рано утром и буквально через несколько минут в приемной выстроилась длинная очередь из желающих принять в ней участие. Перед тем, как сдать кровь, потенциальному донору нужно было заполнить анкету и подписать согласие на вступление в национальный регистр. Каждый, кто решился на этот шаг, должен осознавать всю ответственность и понимать, что донорство безвозмездно, анонимно и добровольно. Дефицит доноров костного мозга в нашей стране – серьезная проблема. И организаторы акции делают все, чтобы как можно больше людей узнавали о ней благодаря телевидению, радио и интернету. Я и раньше знала, просто сейчас увидела, что есть возможность сдать кровь. Может быть, пригодится кому-то, кому-то помогу. В предыдущих двух акциях приняли участие почти 100 жителей нашего города. Среди них журналисты канала «16» Кирилл Васенин и Елена Грицкова. В этот раз свидетельство о сдаче крови для национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова получил руководитель нашего телеканала Петр Смирнов. Он узнал об акции совсем недавно и сразу решил принять в ней участие. Любой человек может прийти, сдать свою кровь, ее проверят на соответствие. Занесут в банк данных и когда-нибудь, условно говоря, раздастся тот самый звонок, тебе может выпасть шанс стать донором костного мозга. И шанс спасти чью-то жизнь. Поэтому в таких акциях обязательно надо принимать участие. Ежегодно в пересадке костного мозга нуждаются более полутора тысяч человек. От российских доноров на данный момент проведено всего 229 трансплантаций. Но благодаря неравнодушным людям, принимающим участие в акциях по сдаче крови на типирование, национальный регистр постоянно пополняется. День пожилого человека – один из самых добрых и трогательных праздников. Он призван напомнить молодым людям об уважении к старшему поколению. А еще это повод сказать теплые слова бабушкам и дедушкам. В рамках декады пожилого человека по всему городу проходят концерты и встречи. Ученики школы номер 14 каждый год готовят для посетителей Центра социального обслуживания праздничную программу в рамках акции «Из детских рук – частичка доброты». День пожилого человека – праздник особенный. По традиции его отмечают на всех площадках города. В Центре социального обслуживания собрались ветераны, чтобы пообщаться и поздравить друг друга с этим событием. Ученики 14-й школы подготовили для старшего поколения праздничный концерт в рамках ежегодной акции «Подари частичку доброты». Мы давно уже сотрудничаем с представителями вот этого вот центра. И каждый год сюда приезжают ребята нашей школы, показывают небольшой концерт. В этом году ученики и педагоги подготовили для бабушек и дедушек зажигательные танцы, народные песни и частушки. А также придумали видеоролик, который на протяжении всего концерта транслировался на экране. Очень интересный был концерт. Дети выступали с таким вдохновением каким-то. И мы все были восхищены, с изумлением слушали. Очень благодарны организаторам и деткам. После концерта всех гостей ждал приятный сюрприз. Ветераны смогли отведать вкусный праздничный пирог, который приготовили педагоги, ученики и их родители. Ветераны комсомолы Комсомольского движения, секретарь Егоркома, ВЛКСМ, председатели городского совета и многие другие. На открытие комсомольской выставки пришли более 50 человек. И каждому из них было что вспомнить и чем поделиться с молодежью. Здесь собрались люди искренние. Вообще вот то время, которое мы представляем, в частности я представляю, оно было значительно бесхитростнее. На открытие экспозиции пришла и ветеран комсомола, бывший инспектор по охране детства, отличник народного образования Людмила Николаевна Веретенникова. В 1954 году юная Люда вступила в комсомол и с тех пор началась ее плодотворная работа. Все вожаки комсомолей и сегодня, они настолько друг друга уважают, помогают. И если бы меня спросили, чем сейчас, чем мы отличались, а мы отличались чувством локтя, поддержкой. История Саровского комсомола богата на события. В стенах Краеведческого музея можно увидеть эксклюзивные фотографии первых секретарей комсомола города, а также активистов движения. На стеллажах лежат уникальные документы, почетные грамоты, книги, летопись комсомольской славы и Орден Трудового Красного Знамени. Выставка «Комсомолу 100» в Краеведческом музее продлится до 10 ноября. О ближайших выпусках программы «Исторические очерки» на канале 16 Иван Ситников расскажет саровчанам об истории комсомольской организации города. Осень – пора простудных заболеваний, поэтому так важно быть во всеоружии. Натуральный мед укрепит ваш иммунитет. Всего одна ложка лакомства в день и вам не страшны ни дожди, ни ветры. Простуды минует вас стороной. Огромный выбор сортов меда в Центре культуры и досуга в НЕФ. Там начинает свою работу выставка «Медовая феерия». Десятки сортов полезного и очень вкусного лакомства меда вы найдете в Центре культуры и досуга в НЕФ. С 5 по 8 октября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы предлагают своим покупателям лучшие сорта меда со своей пасеки, качество которых они гарантируют лично. Приезжая в наш город, они внимательно следят за тем, чтобы ассортимент полезного лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта меда. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими – хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работой сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. Конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта меда можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досуга в НЕФ с 5 по 8 октября с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей!